Всем привет, меня зовут Екатерина, добро пожаловать на мой канал. И сегодня у нас с вами супер классный, интересный формат, где мы пробуем очень много новой косметики. Тоже у нас сегодня будет из продуктов интересного, из таких самых нашумевших и тех продуктов, которые я очень давно хочу попробовать. Это, конечно же, вот такой вот новый тон от Charlotte Tilbury, который называется Beautiful Skin Foundation. Также из нового, то что мне пришлось, Черной пятницы от Charlotte, попробую вот такой вот двухсторонний карандаш для глаз. Также моя новая палеточка от Dior. Вы знаете, что я огромный фанат палетки Soft Cashmere от бренда Dior. Я себе купила еще палетку, которая называется Tutu, очень у нее красивая гамма. В качестве базы мы с вами будем использовать прозрачную базу от Nars. Такая база у меня уже однажды была в кейсе, где-то, наверное, года полтора-два. Она у меня благополучно закончилась, и я решила ее обновить, потому что на самом деле она мне очень нравилась. И у меня до сих пор в ходу есть такая же база в светлом оттенке. Также, если поместится на глаза и, возможно, в качестве хайлайтера, если это будет в тему, я хочу немножечко взять оттенков из палетки Tami Tanuka. Вообще, я ее уже пробовала в одном из прошлых видео, но не все оттенки на самом деле успела на себя нанести. Поэтому давайте тоже ее как-нибудь попробуем в это видео добавить. Также из туши мне пришла вот такая вот коробочка. Это у нас бренд Hourglass, и здесь аж целых две туши. Это вот такая вот тушь в треугольной упаковке и также в круглой. Обе они идут с силиконовой щеточкой. У меня на самом деле на эти туши вы просто не представляете, какая адская надежда и вера в то, что все-таки какая-нибудь из них не подойдет и покажет хороший результат. Потому что, ну, мало того, что мне очень нравится бренд Hourglass, еще упаковки безумно стильные. Кстати, эти туши я, по-моему, со скидкой купила на Space NK. Здесь написано, что набор стоил 46 фунтов, а я, по-моему, за 20 с чем-то купила. Также в качестве румяна вообще у меня есть две новинки. Это Tower 28 в оттенке Happy Hour. Очень давно хотела их попробовать. Мне кажется, уже, наверное, последние полгода о них мечтала, но на культе все никак. Они не появлялись в стоке, их просто раскупили. И также со Space NK взяла себе румяна от Rose Ink в оттенке Офелия. Но все-таки я, наверное, Tower 28 больше хочу попробовать, поэтому давайте сегодня с них и начнем. Также в дополнение будет вот такая вот пудра рассыпчатая от Units. Новый маркер, перевыпущенный для бровей от Vivienne Sabo. И для губ попробуем вот такие вот бюджетные продукты из золотого яблока. Это карандашики Luxe Visage нюдовые для губ. И вот такая вот новинка от бренда Revlon. Мне в комментариях кто-то рекомендовал эту помаду. Посмотрел свочи, мне прям очень понравились некоторые оттенки, поэтому сегодня вместе с вами попробуем. Ну что, я сейчас поменяю объектив, и я думаю, что мы начнем с вами с макияжа глаз. И конкретно попробуем, наверное, базу и палетку от Dior. Что, и начинаем мы с вот такой вот базы от Nars. Сейчас покажу, как она выглядит. Это вот такой вот матовый, очень красивый, стильный тюбик. Здесь достаточно удобный аппликатор, и если я себе беру базу на вооружение, то, конечно же, проще им наносить, как я это делала, например, с базой от Urban Decay. Но так как я пока не знаю, буду ли я ее использовать не только для себя, но и в работе, в таком случае немножко нанесу базы на руку и нанесу какой-нибудь вот такой синтетической кистью от Manly Pro. Очень эта база тонкая по текстуре, и в принципе по тактильному ощущению тоже она такая слабо липкая. То есть ты это особо не чувствуешь, когда ее наносишь, но именно в плане растушевки и фиксации теней она реально прям очень крутая, но она такая с силиконистым финишем, я бы сказала, и чем-то похожа отдаленно на Urban Decay. Ну и теперь самое интересненькое, это, конечно же, палеточка от Dior. Давайте я сделаю немножечко свочей. Это у нас самый такой первый манящий меня оттенок. Очень красивый полупрозрачный розово-нюдовый. Также средний оттенок уже чуть более насыщенный, но все равно, мне кажется, он такой приятный. Он вот и не коричневый, и не розовый, а какой-то вот немного сливовый что ли. Очень классный. И также последний, самый темный. Вот у нас идет именно трио оттенков, которыми можно делать именно растушевку. Очень они кремовые, прям сливочные, как в общем-то и палетки Soft Kashmir. Все точно так же. Ну вот этот оттенок очень-очень приятный тактильно. Ну и другие два оттенка у нас идут такие более сияющие. Это вот такой вот полупрозрачный Sparkle-Shimmer. И также такой вот голубо-фиолетовый оттенок. Его кто-то называл, по-моему, даже каким-то голубиным оттенком, голубиным Sparkle. Действительно похоже немножко на оперение голубя. Sparkle как-то свочится прям совсем скромно. Но, в принципе, у палетки Soft Kashmir примерно такая же была история. Ну и для начала возьму вот этот самый интересующий мне оттенок. И, конечно же, начну с заполнения складки века. Смотрим, как оттенок будет именно на моем тоне кожи выглядеть. Я такое люблю, прям вот пыльно-нюдовый. Чуть-чуть в розовый уходит, но не в баклажановый и не в красный, а вот и не в тауповый. Вот что-то среднее, такое вот непонятное, то что даже не знаю, как описать. Почему-то мне очень хочется с этой палеткой сделать какие-то растушеванные смоки с какой-то усиленной ресничной линией. Не знаю, почему я такое очень редко делаю, но почему-то в случае с этой палеткой мне безумно хочется какой-то драмы. Я не знаю, почему. Оттенок вот этот, он не полностью матовый. Он такой легкий сатин. И в нем есть небольшое розовато-бежевое свечение, очень деликатное. За счет этого он очень легко растушевывается, как и в прошлый раз. И на коже, видите, даже при повороте таким полупрозрачным сатином выглядит. Очень приятный оттенок. Мне кажется, им будет даже самый последний коричневый цвет растушевать прям максимально легко. Ладно, все-таки давайте сделаем сегодня драма-лук. Давно у меня не было ничего такого яркого. Возьму карандашик от Charlotte Tilbury. Пока что прокрашиваем верхнюю слизистую и верхнюю межресничку. Может быть, на нижний век можно было бы и светлый карандаш добавить. Но, возможно, он и не совсем будет в тему. Очень приятно. Я его буквально один раз пользовалась до этого видео. По-моему, на Новый год. Мне очень захотелось его добавить в макияж. Помню, что мне понравился очень по температуре коричневый оттенок. Потому что, смотрите, он с таким розовым, нюдовым. Не смотрится каким-то слишком тепло-коричневым. Как, например, карандаш от Наташи Диноды. Мне он очень нравится по формуле. Но он по оттенку прям такой сильно красноватый. Очень теплый. И, в принципе, это неплохо. Но его, например, не всегда как-то прикольно использовать с более прохладными макияжами. Да, этим карандашом достаточно легко прям залезать в межресничку. Не знаю, видно сейчас с собой у меня какие-то дырки или нет. Сразу же возьму свою любимую кисть от Refor номер 03 и начну подтушевывать. Немного еще добавляю во внутренний уголок и также подтушевываю кисточкой. И теперь беру самый темный оттенок и буду им как раз растушевывать карандаш. Он такой чуть-чуть в какой-то синего-фиолетовый уходит. Но на нейтральном карандаше как раз, мне кажется, будет смотреться прям крутецки. Да, цвет получается прикольный, такой насыщенный, но не теплый. И это большая редкость, на самом деле. Посмотрите, насколько красивый именно холодный оттенок. Пока что у меня от всех палеток Dior реально классные ощущения и такие впечатления, что по колористике оттенки с одной стороны такие простые вроде, казалось бы. Но когда начинаешь им на деле пользоваться, то настолько они какие-то супер элегантные. Вот я не знаю, как это описать. Тушуется темный оттенок, как обычно, в супер дымку, буквально с полпинка. Не знаю, как они этого добились, но, блин, мне очень нравятся эти палетки. Пока что, по крайней мере, немножко беру кисть с предыдущим оттенком и помогаю себе оттушевать. Ну, посмотрите. Ааа, вообще никаких пятен. Ну, то есть, темный оттенок настолько круто заходит в предыдущий, при том, что и тушую вообще минимально. Так вот слегка их оттягиваю. Как и в предыдущей палетке, в них присутствует какой-то легкий полусатин, который очень круто помогает растушевывать. И теперь беру средний оттенок и его буду как раз уже добавлять. Так, он немножко такой уже более сыпучий. Его буду добавлять на внешний уголок. Пока что не знаю, хочу ли я прям закрасить им все, потому что я не уверена, насколько хорошо ляжет поверх вот этот вот фиолетовый. Так, ладно, давайте пока что вот так сделаем. Немножко оставлю подвижного века, но полностью не буду закрашивать. Смотрите, насколько классный оттенок. Причем он в палетке кажется таким чуть более теплым. Но на глазах, мне кажется, эта гамма просто волшебно смотрится. Возьму немножко опять предыдущую кисть большую и все смешаю. Настолько легко просто этой палетке делать мейк. Ты буквально переключаешься просто от кисти к кисточке. Хоп-хоп, два движения и все уже готово. Ну и, конечно, сам вот этот интересный оттенок. Фиолетово-голубоватый. Хочу попробовать нанести кисточкой от Refor номер 21. Она, по идее, хорошо должна захватывать именно такие плотненькие шиммерные текстуры. Да, оттенок, конечно, достаточно необычный. Ну, я бы не сказала, что вот эта кисть прям идеально его наносит. Все-таки он такой хлопьеобразный. А если взять мою любимую от Sony G Soft Shader, может быть, с ней получится лучше. Ну, в принципе, примерно так же по плотности. Просто я вижу, вот здесь немножко такие хлопья полетели этого оттенка. Его надо прям хорошенько так вминать в кожу. Необычный, да, похоже реально на цвет голубя. Хочется поверх еще добавить светлый спаркл. Однозначно его лучше наносить пальцами. Вот эти вот верхние сиящие оттенки, конечно, в этих палетках, они меня больше всего слегка расстраивают и подбешивают, потому что я, ну, по крайней мере, в своих макияжах не очень часто их использую, потому что мне они кажутся какими-то слабоватыми, что ли, не знаю. Ну, под бровь, кстати, еще ничего. Но он такой суховатый, тонкий, при этом у него очень много отдельных блесток. Когда вы наносите, мне кажется, он может так как-то немного разлетаться, что ли, во все стороны. В общем, вот такой вот глаз получился. Кстати, карандаш-таки немножко отпечатывается на нижнее веко. Но мне кажется, у меня это какая-то стандартная проблема практически со всеми карандашами. Так, давайте, наверное, нанесем на нижнее веко темный оттенок сначала, который у нас был. Немного на внешнюю часть глаза. И теперь вернусь к кисточке с светлым растушевочным оттенком. И тоже нанесу его на все нижнее веко. И возьму светлую половинку карандаша от Шарлотты. И, мне кажется, будет прикольно прокрасить, наверное, все-таки нижнюю слизистую этим оттенком. Он очень правильного цвета. Такой вот светло-молочно-бежеватый, не слишком розовый, не слишком желтый. Так, немного себе в глаз попал между делом. Вот так вот выглядит светлый карандаш на слизистый. Мне кажется, он просто идеально сочетается с моим таким светлым оттенком кожи. Немного персиковый, немножко бежевый и не слишком розовый. Вот не очень люблю такого плана карандаши. Он немножко у меня сейчас с верхней слизистой отпечатался. Но мы с вами сейчас проверим, если, допустим, тем же светлым карандашом прокрасить слизистую, будет ли верхняя отпечатываться темная на светлой. Если это пройдет отлично, безукоризненно и ничего не отпечатается друг на друга, то, мне кажется, это хорошее дуо. Потому что, в принципе, если сильно прокрасить верхнюю слизистую, лично у меня так или иначе все равно немного отпечатывается на нижней. Если именно нижнюю слизистую оставить совсем не прокрашенной, у меня, как правило, так или иначе все равно отпечатывается темный оттенок. Поэтому я люблю именно вот такие вот бежеватые карандаши как раз использовать для нижней слизистой. Сейчас еще, конечно, рано пользоваться тоном, но знаете, что меня пугает? Мне кажется почему-то, что он мне не подойдет. Мне кажется, он мне будет слишком желтый. У меня был до этого как-то тон от Шарлотты достаточно светлый тоже в первом номере. В принципе, он мне был прям в самый раз, ну, может быть, чуть-чуть, прям капельку желтее, чем я привыкла. Но в этом случае я уже не уверена, потому что пока что все отзывы, что я получала, в основном солидарны в том, что тона очень сильно желтят. Поэтому немножечко уже даже страшно, конечно, его будет тестировать. Я сейчас доделала второй глаз, и мы с вами попробуем тушь от Hourglass. Доделала второй глаз, мы с вами попробуем тушь от Hourglass. Не знаю, какой выбрать, может быть, попробовать нанести обе, раз уж у меня скоро грядет обзор на туши. Здесь у нас, получается, два варианта туши от Hourglass. Первая называется Caution Extreme Lash Mascara, и выглядит она вот так вот. Она очень красивая, но, конечно же, я успела ее уже заляпать буквально за две секунды. Давайте посмотрим, какая там щеточка. Вот такая вот щетка. Ой, кстати, она не силиконовая, пардон, я, значит, перепутала. Значит, другой туши будет уже силиконовая. Люблю такую форму, немножко формы елочки. В конце чуть более широкая, и вначале такая более узенькая. И вторая тушь называется Unlocked Instant Extensions Mascara. То есть это у нас уже идет тушь на удлинение. И вот здесь как раз мой любимый вид щеточки. Здесь уже идет силиконовая щетка. Тоже примерно такого же направления. Тоже елочка. Чуть более широкая, и на конце чуть более узкая. Блин, даже не знаю, мне хочется просто буквально обе туши попробовать. Но я боюсь, что немножко разные ресницы получатся. Ладно, давайте все-таки разные попробуем. Хочу начать с туши Unlocked. Все-таки я больше люблю силиконовые щеточки. Но мне, конечно, обе очень интересно попробовать. Я очень надеюсь, что это будет идеальный тушь по всем параметрам, которые я жду от туши. И честно, я готова покупать ее хоть за... Не знаю, сколько она стоит, но за дохрена долларов. Каждые там 3-4 месяца. Потому что я уже отчаялась. И если она покажет крутой результат, я вообще, в принципе, не против ее периодически перепокупать. Она с первого раза очень хорошо подхватила все ресницы. Так, мне уже немножечко нравится. Вот бы ты была очень классная. Господи, я просто молюсь реально всем богам. Так, камера, хватит фокусироваться на ушах. Длиннее она действительно дает классная. Пока что я прям вижу, что ресницы у меня уже больше точно сантиметра. Да, прикольно. Я думаю, что второй слой еще прям дополнительно нам это все дело улучшит. Тушь такая средняя по консистенции. Не слишком сухая, не слишком жидкая. Вот прям классная. То есть ты ее наращиваешь, наращиваешь. Она пока что еще не успела прям жестко зафиксироваться. Очень крутая. Блин, посмотрите, какие ресничища. Пока что я довольна. Если она еще будет стойкая, не будет осыпаться, отпечатываться. Это будет просто тушь мечты. У меня, кстати, еще в списке тушей, которые мы с вами будем пробовать, вот такая вот легенда от Nars. Climax. Но уже, к сожалению, давайте в другом видео попробуем, потому что у меня просто завал этих тушей. Так, пока что я мега довольна. Прям мне очень нравится. Я ее все наращиваю и наращиваю. Тут она уже начинает немножко комкаться, поэтому давайте я, наверное, пока что на этом остановлюсь и покажу вам, как выглядят ресницы немножко в разнице с другим глазом. Мне очень нравится. Я вот такие варианты туши больше всего люблю именно на своих глазах, потому что у меня, в принципе, достаточно много ресниц. Они имеют хороший завиток, и мне хочется их еще удлинить и чуть-чуть сделать такими более насыщенными, черными. То есть я не особо люблю, например, тушь на закручивание, потому что у меня и так все отлично закручивается и без туши. Так, здесь щеточка уже чуть побольше, и, наверное, мне будет не так с ней просто. Залезаю прям в корешки. Ну да, щетка прям большеватая для меня. Ну ладно, справимся. Так, немножко она мне последнюю ресничку заживала. И мне еще не нравится треугольный тюбик на практике, потому что неудобно его проворачивать. А я люблю это делать, пока крашусь, чтобы немножко... Так, у меня здесь... Не знаю, как показать. Ну, видите, последние ресницы подсклеились. Еще их немножко разрыхлить. Вот у меня на левом глазу просто последняя ресничка. Она прям суперзавитая. То есть она как будто на 90 градусов вот так вот практически стоит. И чуть-чуть ты переборщишь тушью, и сразу она начинает склеиваться с предыдущей. Так как это тушь на объем, у нее уже формула чуть более суховатая. Она все-таки дает какие-то мелкие такие пушинки на ресницах, за счет чего они как раз выглядят более объемно. Ну, кстати, прикольный тоже эффект. Мне кажется, здесь прям четко видно, что вот это тушь на удлинение, а вот это тушь на объем. И в этом плане мне, конечно, трудно спорить, потому что Ян перетестировал тушь от Sensai, и у них, мне кажется, наоборот. Та тушь, которая на объем, лично мне кажется, больше тушью на удлинение. Докрасила нижние ресницы, и вот такие у меня получились глаза. Пожалуйста, напишите, какой вам результат больше нравится с силиконовой щеточкой на удлинение. Это вот этот вот глаз, и тушь называется Unlocked, или же тушь, которая называется Caution, и она уже идет на объем. Я на самом деле в восторге от обеих версий на данный момент, потому что мне кажется, это идеальное представление того, что у меня в голове появляется, когда я слышу тушь на удлинение и тушь на разделение. И надеюсь, что вам это тоже сейчас видно, что, например, вот здесь, где тушь на объем, то здесь прям четко видно, что у ресниц тушь выглядит намного темнее, и как будто бы дает дополнительный такой эффект карандаша и прокрашенности. А здесь именно дает больше удлинений. Мне кажется, оба варианта очень классные, и тут уже надо смотреть, какой эффект вам наиболее, так скажем, предпочтителен. Ну что, пробуем тончик от Шарлотты. Как же я надеюсь, что он мне не будет слишком желтым. Давайте попробуем, наверное, двумя разными способами. На одну половинку лица я буду использовать спонжик, и на другой давайте попробуем, например, какой-нибудь вот такой вот кисточкой от Manly Pro номер 14. У меня идет самый светлый первый нейтральный оттенок. Кстати, что характерно, почему-то на сайте Культ Бьюти вообще нету первого оттенка. Я не знаю, куда он делся оттуда, и мне самой дичайше интересно. Он есть на Space NK, но, по крайней мере, на момент, когда я смотрела недавно, там в наличии его не было. Так что-то какая-то помпа очень упругая, я боюсь, как бы ты не плюнул мне куда-нибудь. Ау! Так, пошло дело. Ох, ну я очень надеюсь, что он мне подойдет. Ладно, давайте пробовать наносить спонжем. Вот. Кстати, он достаточно кремовый по текстуре, и, прям, видите, течет минимально. Мне кажется, у него очень прям тоненькое покрытие. Ну, по крайней мере, что касается нанесения спонжем. Или нормальный цвет. Не могу пока что понять, но он достаточно сейчас тоненько нанесен. Ну, спонжем мне, в принципе, нравится, как он смотрится. Он такой имеет средний сияющий финиш, не слишком липкий. Я бы даже сказала, что он немножко так зафиксировался легкой сатиновой пленкой. Он определенно не супер жирный, хотя, опять же, мы тут наносим очень-очень тонким слоем. Набираю немного на кисть. На этой стороне у меня чуть-чуть меньше красноты, чуть меньше купероза. И, в принципе, здесь мне нужно даже меньше покрытия. Не могу понять. Вроде неплохо, но что-то, что-то меня не устраивает. Я бы даже сказала, что именно покрытие у него от легкого к среднему, но даже ближе к легкому. Не знаю, получится ли его еще больше наслоить до среднего. И, например, перекрыть у меня вот здесь вот красную точку на лице. Ну, ладно, цвет, в принципе, нормальный. Я думаю, он прям супер желтый будет. Но он немножко как будто подстроился, что ли. Очень у меня смешанные чувства. Я пока что, знаете, не могу его точно прям похвалить на 100%. Но и поругать как-то не могу. Тоже прям от души. Вот здесь, кстати, где покрытие толще, мне кажется, он как будто больше в поры запал. Вот видите, смотрите. Не знаю, заметно это или нет. Ну вот, вот здесь. Вот здесь, где я спонжем наносила, мне кажется, особо нет такого эффекта. Вот кистью. Спонж, он такой плаженоватый сам по себе. Если тону не хватает, какой-то влаги, липкости, то спонж дает вот это вот мягкое нанесение именно на суховатый рельеф. Если у вас таковое имеется. Ну вот чуть лучше стало, когда я спонжем разнесла. Ну, опять же, посмотрим, как он будет выглядеть со временем, пока я тут буду краситься, до наносить остальные продукты. Уже ближе к концу видео, пока я вам буду рассказывать, мне кажется, по-любому он как-то поменяет свой внешний вид. Пожалуй, на этом остановимся пока что. И я хочу, наконец-таки, попробовать румяна от Taua 28. У меня в оттенке Happy Hour. Хочу попробовать вот такой вот кисточкой от Sony. Это у нас Classic Base. Мне кажется, идеально для кремовых продуктов. Я, кстати, сделала небольшие подсъемы на айфон. Мне кажется, здесь на поверхности как будто есть какая-то легкая испарина. Не знаю, видно это или нет, но ощущение как будто румяна немножко вспотели. Это достаточно забавно смотрится. Так, хочу посвочить сначала. Ой, они, кстати, очень полупрозрачные. Это классно. Это прям определенно мне нравится. Набираю чуть-чуть на кисть. Ой-ой-ой. Так, ладно. Ну, за счет того, что они такие бальзамистые, мне кажется, это круто, что вот, например, я их вот так вот могу оставить. Мне кажется, определенно они не зафиксируются, пока вы их не растянете по коже. Потому что вот эта бальзамистость, мне кажется, она может даже немножко нам помочь в плане того, чтобы тон смотрелся не настолько сухо. Кстати, этот продукт я впервые увидела у блогера в инстаграме Кейти Джейн Хьюз. Мне очень нравится ее страничка, она всякие классные макияжи показывает. Мне кажется, я уже про нем как-то рассказывала, и она очень часто пользуется этими румянами. При том, что у нее как бы ассортимент румян дома, особенно кремовых, он просто какой-то нереально огромный. Но почему-то сквозь время, сквозь недели, месяцы она всегда к ним возвращается, и что-то как-то вот ее притягивает в этой текстуре. Мне на самом деле нравится, прикольно смотрится, очень натуральный эффект, и оттенок такой тоже чуть прохладный. Я как-то на себе в последнее время больше прохладный румян полюбила. И также от Кэти я вдохновилась вот этой пудрой от Нарс, и мне кажется, именно после ее видосов я ее купила, и прям просто в восторге от нее, поэтому мне было так интересно эти румяна попробовать. Еще чуть-чуть добавить, прям на самую серединку. Блин, они такие какие-то неоновые, при этом очень полупрозрачные и прикольные. И на коже они выглядят супер полупрозрачно, вообще не подчеркивают ничего, не съедают тон, и даже, мне кажется, тон стал лучше выглядеть, по крайней мере, вот на этих местах. Добавить бы эту бальзамность в этот тон шарлотты, мне кажется, она бы прям сильно помогла, по крайней мере, для сухой кожи. Очень классный тенок, такой прям супер фреш, и мне кажется, он очень многим подойдет. Как-то так все сразу стало как-то по-весеннему, очень симпатично. Видишь, у них как будто немного биби-крема нанесла поверх кожи. Очень приятная текстура. Надеюсь, что румяна от Роузи будут примерно такого же плана. Добавила немножечко консилера от Диор, моего самого любимого, сразу такой прям фреш стало лицом. И теперь будем пробовать вот такую вот пудру от Юниц. Мне ее дали в подарок с заказом на сайте Beautylish, когда я у них заказывала вот такой вот оранжевый набор кисточек, как для лица, так и для глаз. И здесь у нас идет прозрачная транспарантная пудра Юнит 502. Здесь у нас 10 грамм пудры. Думаю, что она даст нам такой HD эффект с супер выравниванием. Мне кажется, сейчас у меня полетит просто... Не знаю, видите, вы это или нет, но она просто улетела наверх. Сейчас она, наверное, мне на голову приземлится в конечном итоге. Ну ладно, возможно, это была немножечко ошибка с моей стороны открывать полностью эту бумажку. Ну да ладно. Упаковка уже вижу, что они самые удобные, потому что здесь идет сеточка и особо нет никакого ограничителя. Наверное, мне придется какие-нибудь ватные диски сюда положить. Очень пудра... Видите, прямо она супер мелкодисперсная. Мне всегда так страшно такими пудрами пользоваться. Ладно, давайте попробуем. Наношу сверхмягкой козочкой от Sony G. Ну, в целом, пока что обычная пудра. Не вижу я каких-то мегаплюсов, так скажем, но и каких-то минусов тоже. Вроде не подчеркивает текстуру. Все очень тоненько, полупрозрачно зафиксировала. Не плотный слой получился, то есть не такая яркая накрашенность. И, в принципе, не подчеркивает никакие шелушения. Давайте теперь попробуем на лоб. Здесь у меня такая зона более проблематичная. Немножко как будто выбеливает, мне кажется. Ну, в общем, пока не знаю. Пока, мне кажется, обычная пудра. Посмотрим, как она продержит макияж. Не будет ли она творожиться, так скажем, со временем. Новый тон от Charlotte. Тоже не знаю, как это все сдружится друг с другом. По финишу немножко эта пудра напоминает стеллари. У них тоже есть такая рассыпчатая матовая пудра. Даже мне немного захотелось нести румяна на губы. Прям, мне кажется, такой дико освежающий оттенок. Так, пока что, я думаю, на этом остановимся. Я себе немножечко сделала уже начало бровей, так скажем. Нанесла гель для фиксации прозрачной от Кевина Куан. И также немножечко карандашом от Maybelline простроила форму. Буквально вот нижнюю границу. Потому что у меня прям в бровях этого сильно не хватает. Иногда я какие-то вот локальные места могу карандашиком докрасить. Но, как правило, все остальные легкие линии я стараюсь уже делать именно маркером. Тогда брови прям максимально полупрозрачно выглядят. Так, давайте я вам сейчас покажу маркер. Хочу его сравнить с предыдущей версией, лимитированной, тоже от Vivienne Sabo. Это у нас была коллекция Fleur, что-то там. Я уже даже не помню, как это называлось. Крышечки у них абсолютно идентичны. Я даже не вижу никакой между ними разницы. Давайте посмотрим на сами маркеры. Ну, на самих маркерах я, в общем-то, тоже особо не вижу никакой разницы. Может быть, новый даже немножко чуть более острый. Но, возможно, это просто потому, что я им еще ни разу не пользовалась. Так, это у нас старый маркер. И, хм, знаете, а новый-то... Новый-то темнее будет. Так, давайте я прям плотненько закрашу новым маркером. Или, может быть, мне кажется уже... Нет, мне не кажется. Вот старый маркер, а вот новый. Мне кажется, старый чуть более прохладный. Ну, ладно, хрен с ним, давайте пробовать. Мне кажется, на бровях, наверное, это не особо так сильно будет заметно. Ну, я, по крайней мере, на это надеюсь. И я обычно наношу несколько волосинок вот сюда. Ну, вот так вроде нормально. Ну, в принципе, есть, мне кажется, чуть-чуть отличие от предыдущего цвета. Ну, я бы не сказала, что, например, какая-то огромная. Ну, что могу сказать, определенно у нового маркера более острый кончик. Возможно, это связано с тем, что просто я им еще ни разу не пользовалась, и он не успел размахриться. Но все равно в применении это, на самом деле, очень прикольно, потому что волосинки получаются мега-мега тонкие. Вопрос касательно оттенка остается открытым, но мы с вами обязательно еще как-нибудь это проверим, я думаю. Возможно, в каких-нибудь последующих видео поделаю, например, на разных бровях. И нам с вами осталось накрасить губы. Я взяла себе вот такие вот три карандашика от бренда Luxe Visage. Загуглила у них самые популярные оттенки. И у меня оттенки номер 51, 52 и 74. Давайте, наверное, средний попробуем. Тут, я думаю, что супер очевидно, какой я выберу оттенок. Я искала какой-то аналог карандаша от Chic Florence, потому что уже просто, мне кажется, постоянно им пользуюсь. Пока что вроде выглядит как очень-очень родной мне оттенок, даже как будто чуть светлее, чем Chic Florence. Менее серый, мне бы сказала, выглядит. Это, наверное, пока что карандаш, который ближе всего к моему естественному оттенку губ, но либо меня глючит. Формула очень мягкая, он просто как фюрешка, но при этом достаточно остро получается рисовать. Какой мега классный оттенок. Просто для светлой кожи, мне кажется, находка. Это же мой оттенок губ. Или нет? Давайте возьму темный оттенок и чуть-чуть добавлю его для большей объемности губ. Какая же красотень. Ребята, я вам очень советую бежать в яблоко и покупать эти карандаши. Это очень красиво. Давайте заполним более светлым карандашом все губы. Мне очень нравится, как выглядят мои губы сейчас, но я все равно хочу попробовать вот эту вот помаду от Revlon. Color Stay Satin Ink в оттенке 007 Partner in Crime. Это очень интересная текстура. Я посмотрела несколько обзоров на ютубе, и я так поняла, что это что-то типа матовой помады изначально. Но по текстуре и по финишу она остается более липковатой. И за счет этого выглядит на губах очень естественно. И прям так вкусненько. Все как я люблю. Давайте я возьму какую-нибудь вот такую вот кисточку от MAC и нанесу уже с руки. Да, чуть-чуть, конечно, перекроется карандаш. Ну, да ладно. Чуть-чуть я переворщила. Ну, сочетание-то какое. Посмотрите, это же идеально. Так, буквально чуть-чуть я вот здесь уберу лишнего. Хотела нанести какой-нибудь хайлайтерный оттенок из палетки от Tami, но мне кажется, сюда как-то к этому макияжу будет не очень. Поэтому я возьму какой-нибудь хайлайтер из своей коллекции, который подойдет к этому макияжу, и покажу, что у меня получилось. Продолжение следует... Ну что, как вам мой макияж? Лично я безумно довольна. И на самом деле очень многие продукты сегодняшнего видео мне действительно понравились. Давайте, наверное, начнем с моих каких-то фаворитов и продуктов, которые мне больше всего понравились. Мне безумно понравились румяна. Я не знаю, в чем их магия и какая-то необычность. Действительно какой-то мега мягкий, полупрозрачный, очень приятный, какой-то очень такой естественный оттенок румян, который подойдет очень многим оттенкам кожи. У него безумно приятная бальзамная текстура, очень-очень такая сливочная, которая круто тает на коже. И даже если у вас какой-то тон, например, чуть более сухой текстуры, как у меня это было сейчас с шарлотой, то эти румяна как будто бы возвращают кожу вот этот бальзамный и очень свежий вид. Поэтому пока что мне румяна безумно понравились. Я себе, конечно, их не очень много нанесла, плюс они меня чуть-чуть пропали под слоем пудры. Но в общем и целом, мне кажется, если вам как раз нравится такой очень легкий румянец, без перебора, что-то такое мега естественное и приятное, мне кажется, это очень классный продукт. Крайне я пока что в восторге. Надеюсь, что они меня не разочаруют. Также мне безумно просто понравились туши. Опять же, по эффекту я очень надеюсь, что они будут стойкие, что они не будут осыпаться, что они не будут отпечатываться, потому что пока что я действительно в восторге от обеих тушей, от обеих версий. Конечно, мне чуть больше понравилась лично для себя тушь именно на удлинение, но и для объема тоже очень классный вариант. Если вы больше любите туши для объема, я думаю, что она вам реально понравится. Опять же, протестирую их по стойкости, посмотрим. Я очень-очень-очень, я просто реально скрещаю пальчики, чтобы эти туши продержались на ура, на все 100%, потому что это все-таки не дешевая штучка. Конечно, куда без базы от Nars. У меня уже была такая версия базы где-то пару лет назад, и в принципе она мне до сих пор нравится. Она очень мягкая, очень полупрозрачная, такая прям сатиновая, легкая какая-то паста-пюрешка, которая не подчеркивает сухость, очень тонким слоем ложится навека. И опять же, ближе к вечеру посмотрю, как стойкость поменялась, что-то или нет. Но мне кажется, что все будет отлично, потому что у меня уже это третья база от бренда Nars, и по крайней мере все предыдущие разы, что я им пользовалась, ни разу меня не подводили. Это, правда, одна из самых классных баз и самых моих любимых. Наверное, наравне сейчас стоит примерно база от Urban Decay Primer Potion, оригинальная версия, но база от Nars мне тоже очень-очень нравится. Так что мне еще понравилось? Ну, наверное, это все-таки палетка от Dior, хотя, конечно, в моих глазах не без минусов. Мне очень понравилась вот эта вот трио матовых, таких полусатиновых оттенка. Безумно крутая сливочная формула, точно такая же, как и была в палетке Soft Cashmere. Очень мягкая, податливая, круто тушуется. На коже смотрится очень полупрозрачно, и ты даже сквозь эту текстуру немножко видишь свою кожу. Кожа выглядит такой гладкой, напитанной. То есть, в отличие от каких-то более сухих матовых теней, эта текстура, она как бы не забирает у кожи на веках свой естественный такой влажноватый облик, который имеют веки, если вы их там просто, допустим, кремом намазали. И вот это вот очень крутое свойство теней от Dior мне безумно нравится. По крайней мере, что касается именно таких матовых, сатиновых оттенков. А что касается вот этой сияшки, пока что я не совсем поняла, если честно. Она вроде красиво смотрится на этой гамме, круто смотрится на свочах. Но когда я нанесла на века, я подумала, ну, как бы норм. Ничего особенного, вроде выглядит симпатично, но я бы не сказала, что это прям какой-то отвал всех мест. На свочах однозначно оттенок выглядит более каким-то интересным, дуохромным, глубоким, но на глазах это такое чуть-чуть более спокойное свечение. Опять же, надо будет попробовать нанести этот оттенок пальцами. Просто я сейчас реально не могу это сделать. Может быть, через недельку я сниму свои длинные ногти, обязательно попробую. Но пока что, наверное, этот оттенок меня все-таки чуть больше разочаровал, чем обрадовал. Я от него ожидала чуть более какого-то роскошного результата. И также вот этот вот оттенок спаркл верхний, который отдельные блесточки, да, он действительно дает небольшое более интересное перламутровое свечение, когда я его нанесла поверх вот этого голубинного оттенка. Но как и в той же палетке от Dior Soft Cashmere, в принципе, у меня вот этот оттенок, он для меня такой аутсайдер был. Как и в той палетке, так и в этой. Было бы намного круче, если бы здесь был такой, знаете, прям супер шикарный спаркл, влажный в формуле а-ля Пэт Маград, то в моих глазах эта палетка бы просто, знаете, она бы улетела куда-то в космос, бесконечность. Но немножко мне не хватает какой-то вот этой, не знаю, не то чтобы сияния, но какой-то влажности на веках. С одной стороны, да, я понимаю, что это люкс, и это более такая спокойная история. И в принципе, если вам такое нравится, то палетка, как мне кажется, достойная. Но как-то вот мне чуть-чуть, прям капельку не хватает вот этой изюминки, какой-то влажности, какой-то, может быть, более искристого оттенка. Вот в палетке Soft Cashmere там был такой тауповый, красивый, влажный оттенок. Было бы классно, если бы здесь была именно такая же формула. В общем, пока что мне в целом палетка понравилась, но вот некие такие минусы все равно хотелось вам озвучить. Также мне очень понравились карандаши для губ. Безумно классная сливочная, очень приятная текстура. Они очень классные по оттенкам. Мне кажется, это просто идеальный нюд, по крайней мере, для моего типа кожи. Если вам нравятся карандаши, которые я обычно показываю, вы что-то у меня покупали, то обязательно обратите внимание на вот эти вот оттенки. Конкретно 52-й более светлый розовый и 74-й более такой насыщенный, немножко тауповый розовый. 51-й бежевый я пока что не успела попробовать, но, судя по сводчим, он тоже, я думаю, будет очень и очень достойный. Поэтому карандаши классные, плюс они супербюджетные. В яблоке я их, по-моему, покупала то ли 100 с чем-то, или там чуть меньше 200 рублей. Короче, очень классная находка. Ну и маркер для бровей от Vivienne Sabo. В принципе, все то же самое, что и предыдущий маркер. Очень классный, тонкий, удобный, идеален для прорисовывания волосков. Для тех, у кого своих природных волосков крайне мало, как у меня, очень-очень советую. Мне нравится упаковка. Она стала такая какая-то более интересная, увесистая, потому что вот эта вот желтая упаковка у меня немножко, как-то кажется, знаете, как детский какой-то фломастер выглядит. Здесь все-таки упаковка такая более интересная и прикольная. Но, в принципе, это тот же самый пластик, все то же самое, те же волосинки, ну, чуть-чуть более тонкий мне показался кончик, но, опять же, я процентов на 80 уверена в том, что это все-таки из-за того, что продукт новый. Хотя я могу быть не права, если вы обе эти версии покупали и уже пользуетесь какое-то время вот этой версией, напишите, как вам, потому что, возможно, они просто действительно улучшили кончик и сделали прям вот самую такую последнюю волосинку максимально тонкую. И, конечно, на бровях получается еще более воздушный эффект. Далее пойдут продукты уже с таким немножечко вайбом. Я не совсем пока что поняла, нравится мне или нет. И давайте, наверное, начнем с тона от Шарлотты Тилбори. Когда я его наносила, первый момент мне он показался все-таки не очень прикольным. Он как будто сидел поверх кожи и на каком-то супер мелком уровне мог подчеркивать сухость. Но на данный момент я вижу, что он как будто подуселся, стал выглядеть более естественно, не подсушивает настолько сильно. Поэтому пока что я не могу сказать, как мне этот тон. Надо обязательно его потестить, посмотреть. Плюс я зафиксировала тон пудрой, и мне кажется, она тоже немножко сгладила рельеф. И, возможно, за счет этого есть ощущение, что тон стал выглядеть чуть более как бы удачно. Но тут я не могу понять, чья именно это заслуга. В принципе, с пудрой у меня примерно такое же отношение. Хорошая пудра, базовая, очень тонкая, круто закрепляет. Но, опять же, вот эта летучая формула я не особый фанат, потому что не люблю, когда пудра летит в нос. Я просто чихатель номер один, мне кажется, всего Петербурга, потому что я могу чихать просто в течение дня постоянно. И это никак не связано ни с аллергией, ни с болезнью. Просто у меня нос очень чувствительный к каким-то летучестям. Будь то сухие стайлинги, лаки, пудры, пыль. Я стараюсь все время убираться дома, и даже это меня не спасает. И когда ко мне в руки попадают такие пудры, и мне просто все летит в нос, и я начинаю просто адски чихать. Поэтому, если есть выбор, я все-таки стараюсь выбирать какие-то прессованные версии. И в этом плане мне показалось, что пудры немножечко похожи. То есть у них есть такой эффект легких выбеливаний, фиксаций, какого-то сглаживания, чуть-чуть такой силиконовой текстуры, при этом сатиновой, полупрозрачной. В принципе, они даже немножко похожи, мне кажется, по эффекту. Но для меня пудра от Nars все-таки чуть больше нам не нравится, потому что там есть легкий сатин. То есть она не полностью матовая, а вот эта пудра, она все-таки как HD такая минеральная пудра, и здесь особо никакого сияния нет. Поэтому, если у вас кожа сухая, то как бы это может не всегда классно выглядеть. Также у меня пока что немножечко смешанное ощущение от карандаша. Все-таки он мне изначально понравился. Мне очень понравился коричневый оттенок. Он такой правильно, прохладный какой-то, теплый, нейтральный. Короче, у него очень классный нейтральный коричневый оттенок. Не слишком теплый, не слишком холодный. Оттенок светлый мне тоже очень понравился для слизистой. Реально по цвету просто идеально. Но, как обычно, мое любимое но, пока что не могу сказать, что он показывает в слизистой прям идеальный результат. Все-таки я бы его, наверное, еще второй слой сейчас нанесла и уже поносила именно со вторым слоем. Но в любом случае вот вам говорю, что он немножечко уплыл, но совсем слегка. В первом моменте он мне как-то чуть больше понравился. Посмотрим. Давайте я его еще потаскаю по-разному. Мне нравится сама идея. Мне очень нравятся оттенки, сочетания, что здесь очень правильный коричневый и правильный бежевый. Но, опять же, если они не будут работать как классный каял, не будет достаточной стойкости, то вся эта идея, в общем-то, она ничего не стоит, если сам по себе продукт неэффективный. Но тут, опять же, мне нужно потаскать, посмотреть, протестировать в разных условиях и уже понять, что со стойкостью. Но, по крайней мере, на данный момент коричневый оттенок держится хорошо, бежевый чуть-чуть стал светлее, немножко отслоился, но сейчас вот я добавила второй слой, и мы с вами обязательно проверим. Ну и последний продукт – это помада от Revlon, такая более сияющая. Я пока что из-за карандашей немножечко не успела ее нормально протестировать и понять, потому что я ее прям тонюсеньким слоем нанесла, и пока что я как бы не могу, как мне кажется, адекватно ее ценить. Вроде она хорошо лежит, не подсушивает, не проваливается особо в складочке. Оттенок тоже, как мне кажется, такой очень удачный, и он как-то прикольно наслоился именно на карандаши, получился такой свежий эффект. Поэтому в целом, как бы, вроде прикольная помада, но мне кажется, ее лучше надо будет потестить на голые губы, посмотреть, потому что здесь именно такой финиш, как бы стойкость матовой помады, но при этом финиш сатиновой помады, такой легкий, сияющий. И мне кажется, в этом плане такие продукты прикольно носить на голые губы, немножко как бы пальчиком прибивая, и получается такой эффект вроде бы блеска, а вроде бы и матовой помады. Мне это, наверное, напоминает немножко глайды от Nars. У них примерно такая же фишка. Они как тинт немножко въедаются, как матовая помада по стойкости, но финиш сам на губах такой более глянцевый, и это выглядит прям как-то очень свежо, очень прям секси, как-то вкусно на губах. Но в целом, не знаю, не могу пока что как-то суперпозитивно оценить этот продукт. Мне однозначно понравился оттенок и текстура. Ну что, вот такие вот первые впечатления у меня получились. Пожалуйста, напишите ниже в комментариях, понравился вам мой макияж или нет, и какие продукты из этого видео вас особенно зацепили. Ну и, конечно же, если вы что-либо из этих продуктов уже пробовали, то обязательно поделитесь своим мнением ниже в комментариях. Ну и, конечно же, огромнейшее спасибо, что досмотрели это видео до конца. Не забудьте поставить лайк или же дизлайк. Любая активность под этим видео помогает моему каналу развиваться. Не забудьте подписаться на мой канал, а также поставить колокольчик, чтобы быть первыми в курсе выхода моих новых видео. И всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok